Здравствуйте, у нас на прямой связи правозащитник, автор и создатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим, и приветствую наших уважаемых зрителей и подписчиков. Начнем с новости, которая с пометкой «Молния» пришла о том, что украинская журналистка Виктория Рощина погибла во время этапа в Москву, она была в плену у российского государства. Что известно об этой истории, что вам удалось выяснить? Ее смерть подтверждена, Министерство обороны России или Министерство нападения уведомило об этом семью Виктории Рощиной. Она пропала в прошлом году. На протяжении длительного периода времени российская страна не подтверждала, что журналистка Виктория Рощина находится в одном из военных концлагерей России. На протяжении более восьми месяцев эта информация скрывалась. В мае этого года появилось первое подтверждение, что она действительно удерживается в одном из учреждений ФСИН, включена в обменный фонд. По документам она проходила как лицо, препятствовавшее проведению специальной военной операции. Конечно, это все в кавычках для нас. Это с вами подлая оккупационная война России против Украины. И вот, да, сейчас, сегодня пришло уведомление о том, что Виктория Рощина мертва, погибла. Многие, к сожалению, российские журналисты, русскоговорящие журналисты написали слово «умерла», хотя здесь оно, конечно же, неприменимо. Применимо — это правильное слово. Как минимум, погибла. Важно дождаться возвращения тела в Украину, проведения экспертизы. Я думаю, что, скорее всего, судя по нашему опыту, занятия, расследования этой проблемы системного характера пыток в России, будут установлены повреждения, травмы, гематомы и очень большая потеря веса. То есть фактически в отношении всех украинских пленных создаются бесчеловечные условия обращения, содержания, пытка путём лишения еды, голода, неоказания медицинской помощи, издевательств. И, как я понимаю, биологическая смерть была зафиксирована во время этапирования из СИЗО ГУФСИН в Таганроге. Мы ещё в 1922 году публиковали информацию, подтверждающую это фотографии, что туда Министерство обороны России привозит граждан Украины, которых они похищают в территории Украины и привозят в Россию. Погибла во время этапирования в Москву в одной из учреждений ГУФСИН по Москве. Очевидно, в рамках различных уголовных дел, по которым российские силовики, и российские спецслужбы пытаются раскручивать неугодных им украинцев. В целом, это ещё один эпизод вот этого длящегося преступления против человечества и человечности, этих военных преступлений, потому что то, что они похищают гражданских людей в Украине и доставляют их в военные концлагеря, это само по себе незаконно и преступно. А уж тем более, конечно же, то, чему их там подвергают, в результате чего многие из них становятся инвалидами, получают очень серьёзные травмы, а кто-то в результате и погибает из-за этих жестоких методов. И я думаю, что это должно быть расследовано уже на международном уровне. Мы об этом говорили в марте прошлого года в парламентской ассамблее Совета Европы во время выступления вместе с Сергеем Савельевым. В июле этого года Кембриджский юридический журнал опубликовал большую статью, интервью со мной, где я говорил об этой важной проблеме, о том, что это нужно останавливать всем миром. Но, к сожалению, пока это не остановили, а люди продолжают погибать, в том числе продолжают отпыток, погибать журналисты, что, конечно же, недопустимо. Что известно о Таганроге, месте, где содержали погибшую журналистку, то есть сколько там может находиться украинских военнопленных? Сотни человек — это военный концлагерь, созданный на основе одного из следственных изоляторов ГУФСИН по Ростовской области. Но к ГУФСИН он имеет отношение поскольку все основное внутри контролируется ФСБ и Министерством обороны. Минобороны туда доставляет своими автозаками, своими грузовиками и военной полиции тех, кого они хотят брать в плен и кого берут, похищают. А дальше уже внутри все это происходит под контролем Департамента военной контрразведки ФСБ и у ФСБ по Ростовской области. То есть, по сути дела, сотрудники ГУФСИНа там являются такими ключниками, которые открывают, запирают. Ну и, конечно, по команде контрразведчиков применяют насилие. Но в целом это военный концлагерь, это, конечно же, не имеет никакого отношения к тому, что в законе прописано в качестве СИЗО. И плюс ко всему, наверное, самое важное здесь отметить, что люди, которых они похищают на территории Украины и помещают в следственный изолятор, они не совершали никаких уголовных преступлений на территории Российской Федерации. И то, что они делают, это при том, что формализовано это в якобы проведении неких процессуальных действий, но на самом деле, конечно же, никакой закон ни в России, ни на международном уровне не позволяет российским спецслужбам похищать тысячи людей в других государствах и доставлять их на свою территорию и произвольно помещать их вот в эти вот пыточные. А для чего украинских военнопленных этапируют в Москву? То есть какие там осуществляют процедуры? Для чего это все делается? В некоторых случаях это связано с подготовкой обменов и с проведением каких-то разъяснительных бесед на уровне для того, чтобы с человеком могли пообщаться полковники и генералы и, возможно, о чем-то договориться. Но это скорее исключение, чем практика. А в основе своей, конечно же, это раскручивание по уголовным делам. И это более для удобства следователей Следственного комитета, Следственного управления ФСБ и так далее. Вот в первую очередь это связано с этим. И я так понимаю, что, видимо, должны были быть намечены какие-то следственные действия, но организм от этих избиений, от бесчеловечного обращения просто не выдержал. И еще раз подчеркну, важно добиваться как можно скорее забирать тело и, конечно же, проводить посмертную полноценную экспертизу, потому что я уверен на основе той информации, которая у нас есть, что там точно это не была смерть просто от какого-то заболевания. Конечно, ее запытали, замучили. И да, пользуясь случаем, Вадим, если будут смотреть ее близкие родственники, это видео, конечно, выражаем им искренние слова соболезнования, сочувствия и Виктории светлой памяти. Ряд телеграм-каналов пишет, что информация о смерти Рощиной появилась от депутата Верховной Рады Ярослава Юрчишина. Позже он удалил свой пост, там как раз родственники, тоже отец ее это подтверждал, но все сейчас эту информацию проверяют, как я понимаю, или все-таки уже есть подтверждение смерти? Ну, по крайней мере, информация была вот еще там час назад от Ярослава Юрчишина, это председатель комитета по свободе слова в Украине, и, по крайней мере, он эту информацию рассказывал на основе данных от ее отца. Конечно, ну, один шанс из тысячи, что это, может быть, ошибка неправда, но будем тогда надеяться, что это ошибка, но вряд ли здесь на таком уровне, возможно, какая-либо ошибка. На ваш взгляд, российская сторона будет замалчивать эту историю, будет отрицать? Как может себя повести, как обычно себя ведет в СИН, ФСБ, там, ответственная служба? Когда такое происходит? Ну, если, конечно, да, вот с учетом того, что вы мне сейчас сказали, конечно, там, возможно, возможно, была какая-то дезинформация отцу с тем, чтобы как раз вот поднялась волна, и чтобы потом показать Викторию Рощину живой, и сказать, вот смотрите, вы паникеры. Ну, значит, тогда это настолько циничная история, что они даже готовы отправлять такую информацию семье пленных и депутатам. Но в целом, еще раз подчеркну, здесь необходимо международное расследование, потому что на сегодняшний день у нас есть большое количество свидетельств и тех, кто вернулись из плена о систематических пытках, и у нас есть целый ряд очень важных свидетельств тех, кто отказался принимать участие в этом фашизме в 21 веке, из числа сотрудников СИН, которые покинули территорию России и уже дали об этом показания, а некоторые, оставаясь в России, согласились нам давать показания на условиях какой-то определенной минимальной анонимности и неразглашения этой информации в публичном пространстве. Это системная проблема, это международное преступление, и я просто уверен, оно будет расследовано в самое ближайшее время на международном уровне. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам. Владимир Осечкин вышел с нами на связь, автор и создатель проекта «ГУЛАГУ». Спасибо и всего доброго. До свидания. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова